Привет всем! Я сегодня на работе, на своем рабочем месте. И сегодня я решила поговорить не про буддизм и даже не про Японию. Я хочу обсудить свой преподавательский опыт. Дело в том, что мои коллеги считают, что мне неплохо удается преподавать и иногда обращаются ко мне за какими-то советами о том, как им лучше строить лекцию и вообще вести отношения, строить отношения с их студентами. И я всегда с большим удовольствием даю советы, потому что какие-то из них я... Что-то из того, что я сейчас применяю, я сама когда-то услышала от других людей, оно мне очень-очень-очень помогло. А вот что-то другое... Я бы очень хотела, чтобы мне кто-то когда-то это посоветовал, но, к сожалению, никто не посоветовал, мне приходилось доходить до этого своим умом. И было сложно. Да, первый год вообще мне было очень сложно, надо сказать. Но сейчас я уже освоилась и плюс-минус я могу сейчас рассказать вам какие-то свои стратегии, которые я применяю на уроках. Я, как вы знаете, наверное, преподаю в основном английский. Но сегодня я поговорю о таких стратегиях, которые можно применять, преподавая какой угодно предмет, и не только в вузе, в школе. Так что, пожалуйста, смотрите, вдруг кому-то что-то поможет. Ну и, конечно же, делитесь тоже своими лайфхаками. Я с удовольствием почитаю. Первое. Вы однозначно столкнетесь среди своих студентов с двумя категориями людей. Одни люди любят, чтобы все всегда было одинаково. Чтобы они точно знали, что будет на лекции, и только тогда они чувствуют себя сухо и комфортно. А вот вторая категория хочет сюрпризов. Хочет, чтобы вы их удивляли и поражали каждый день. И если все будет одинаково, они очень скоро заскучают. Как вообще лавируют между этими двумя категориями? Ну, я выбираю для себя такой вариант. Я стараюсь давать им четкую структуру, так чтобы они точно знали, что мы будем разбирать на следующей лекции, но не говорю им, как мы это будем разбирать. Кстати, очень помогает, если у вас есть хоть какой-то учебник. Учебник, он дает студентам ощущение какого-то контроля. То, что вот сегодня мы проходим главу 2, значит, завтра будет глава 3. И если немножечко его придерживаться, хотя бы в плане тем или того, что там каких-то упражнений немножечко из него убрать, то это поможет вот эту категорию, которая очень боится, когда все не так, когда вдруг что-то изменилось, немножечко эту категорию успокаивать. Если нет возможности работать по учебнику, если учебника нет, то очень помогает, если вы где-то каждый месяц, допустим, распечатываете, ну или посылаете студентам примерное расписание того, что вы будете делать. Да, я знаю, во многих университетах это делается автоматически. Вот у меня делается, да, то есть пишется расписание уроков, там все расписано. Ну, у нас это называется как бы syllоби. И, понимаете, я опять же очень хорошо знаю, что, во-первых, это чаще всего делается преподавателями от балды, потому что это делается в начале года, когда ты еще не видишь свою группу студентов, когда у тебя еще очень многое может поменяться. Это во-первых. Во-вторых, студенты это прекрасно понимают. И обычно они в это, если заглядывают, то один раз в начале года, потом они не будут открывать этот сайт или эту там книжку, где все это написано. Они просто не чувствуют необходимости в этом. Поэтому лучше им потом как-то, ну вот я говорю, с периодичностью в месяц просто присылать примерный план уроков. И пусть они по этому плану в следующий месяц живут. Очень помогает. Но, опять же, план, он такой тезисный. То есть, например, мы разбираем такую-то, такую-то, такую-то тему. А вот какие будут упражнения, как мы ее будем разбирать, что мы будем делать, вот это всего я никогда не пишу. Вообще. И я никогда им не даю свои PowerPoint, презентации, даже если они очень просят. Просто потому, что я хочу, чтобы они немножечко были удивлены каждый раз. Чтобы каждый раз было немножечко что-то новое. И вот так мне удается лавировать между этими двумя категориями. Второе. Сама структура урока. Знаете, я со школьной скамьи ненавижу тех преподавателей, которые такие входят в классы. Так, достаем двойные листочки, у нас контрольная. Придушила бы. Не надо, пожалуйста, не надо так делать. Первые где-то 5-10 минут студент, он не готов. Он не готов к никаким проверочным. Он вообще не готов к тому, чтобы воспринимать информацию достаточно, ну, не знаю, на достаточно высоком уровне. Он только что сидел, болтал с друзьями, там, не знаю, ел обед, и тут вдруг бах! И контрольная. Я вообще где-то первые 10 минут их не мучаю. Я даю им какое-нибудь видео посмотреть. Мы смотрим, обсуждаем видео. Я задаю какой-нибудь очень легкий вопрос, и мы вместе на него отвечаем, думаем. Могу вообще какую-то историю забавную рассказать. То есть я стараюсь делать так, чтобы их мозг проснулся. И вот когда я вижу, что все, мозги проснулись, глазоньки зажглись, вот тогда можно начинать их грузить. Первая половина лекции – это как раз обсуждение новой темы, это всякие тесты контрольные и так далее. Это все в первой половине лекции. И вот потом, к самому концу, обычно где-то за полчаса до конца, я немножечко притормаживаю и даю им возможность, если что, может даже ненадолго отвлечься, идти в себя и потупить, что называется. То есть я даю какие-нибудь необязательно самостоятельные работы. Мы можем сделать групповую работу, можем там что-нибудь почитать, какой-нибудь текстик, и ответить на вопросы, что это такое. Потому что под конец они тоже устают и уже не могут воспринимать новую информацию, например, настолько хорошо. И в конце, в самом конце, я еще раз с ними всегда проговариваю, что мы сегодня изучали и что мы будем изучать в следующий раз, на что нужно готовиться. Это, на мой взгляд, оптимальный вариант, как строить лекцию. Третье. Никогда не опаздывайте на урок. Нет, реально, никогда. Никогда не опаздывайте. Если вы человек безалаберный, несобранный, как я, то считайте, что если у вас лекция, например, начинается в 9 часов, то вам нужно быть в классе в 8.30. И приходите. Вот старайтесь в 8.30 быть в классе. Почему так? Ну, помимо того, что опаздывать на урок для учителя, это, на мой взгляд, запредельное хамство, но это еще и очень плохо сказывается вообще на всей атмосфере класса, на дисциплине, на настрое студентов. Почему? Потому что лучше всего, опять же, студенты работают, когда есть какой-то ритуал вхождения вот в этот урок. То есть, вот они заходят, они рассаживаются, я уже сижу, мы с ними все обсуждаем, допустим, какие-то там вещи, кто-то ко мне поодиночке подходит. Потом у нас звенит звонок, я встаю, я с ними здороваюсь, и все, вот с этого момента мы начинаем работать. То есть, они знают, что смартфончики, они откладывают в сторонку, все разговоры заканчиваются, мы начинаем заниматься нашей темой. Если этот ритуал не соблюдается, то у них нет этого плавного вхождения, они вот той границы, после которой мы уже работаем. Если у нас учитель сегодня прибежал в мыле вот буквально со звонком, завтра он опоздал на 5 минут, послезавтра на 10 и так далее, то вхождение уже не получается, они каждый раз просто не понимают, а когда, собственно, мы начинаем работать. И это всегда очень плохо сказывается. Опять же, студенты тоже чувствуют себя вправе, то есть нет, у них появляется моральное право опаздывать. И если вы их за это дрючите, то это выглядит для них очень нехорошо. Ну, реально это очень нехорошо. А если вы даже не дрючите, то появляется вопрос, а до какого момента вы согласны их не дрючить? То есть 10-минутное опоздание – это нормально. Хорошо, 20 минут, 30 минут. Ну, рано или поздно вам придется начать. И опять же, это будет некрасиво. То есть получается, хорошо, вот я имею право опаздывать на 5 минут, да, а ты не имеешь. Ну, что это такое? И еще один немаловажный момент, что вот эти все проблемы студентов, которыми они хотят с вами поделиться, там, не знаю, собака домашнюю работу съела, учебник дома забылся, друг сегодня позвонил с утра, сказал, что он не придет на урок, потому что попал в аварию, там, вот это вот все. Этим они должны делиться с вами до урока, желательно вам на ушко. Если они вынуждены вставать и говорить при всех, то это тоже нарушает атмосферу урока. То есть почему все остальные студенты должны выслушивать вот эти все проблемы? Они их выслушивать не должны в идеале. На уроке мы говорим только о том, что касается урока. Поэтому дайте им эту возможность. Сидите до начала урока, и пусть они уже, входя в этот класс, видят вашу рожу и настраиваются как-то уже на урок. Следующее. Знайте ваших студентов. Ну да, я знаю, что вообще выучить всех студентов, именно всех студентов наизусть, когда у вас их очень-очень-очень много, это сложно. Но вот смотрите, у меня каждый год 7-8 групп. В группе где-то от 30 до 50 человек. И за месяц я их всех запоминаю. Каким образом? Я веду досье на каждого студента. У меня есть список, где еще есть такие маленькие как бы графы, куда я записываю своих студентов. Все, что я о них знаю. Где они сидят? Какие-то особые приметы? На какие вопросы они ответили? Вот это все я туда понемножечку записываю. И в конце концов я очень быстро их запоминаю. Они очень быстро до меня становятся личностями. Зачем мне нужно, чтобы мои студенты были личности? Потому что тогда я могу осуществлять хоть какой-то индивидуальный подход к ним. Я могу с ними общаться, зная, что у них за ситуация, где они хорошо работают, где они плохо работают. И опять же студенты, которые видят, что я их помню по именам, я помню какие-то обстоятельства, которые они мне сообщали, они чувствуют, что я вижу в них личности. И что интересно, работают лучше, потому что я для них тоже становлюсь личностью. И это нам как-то помогает строить нормальный персональный контакт. У меня очень часто спрашивают, что ты с ними делаешь, почему они у тебя такие активные? Что я с ними делаю? Все очень просто. Я не оставляю им никакого другого выбора. Мне приходится быть активными. И это абсолютная правда. Дело в том, что активность на уроке это у меня один из критериев оценки. Не очень важный, не самый важный, но весьма влияющий на конечный результат. То есть получается у меня так, что максимум я могу поставить им 100 баллов, и вот если ты хочешь от 90 до 100 баллов, то ты должен активно работать на уроке. 90 баллов ты можешь получить без активной работы. Но при этом те же 90 баллов, если ты не работаешь активно, тебе сложнее получить. У меня система пунктов. В чем она выражается? Ручку поднял? Я тебя спросила. Все, у тебя один пункт. Неважно, как ты ответишь. Правильно, неправильно. Один пункт у тебя в кармане есть. Ответил правильно? Два пункта. И таким образом они начинают поднимать руки и спрашивать, потому что это более комфортно для них. Вообще, почему они не отвечают на уроках? Обычно они не отвечают на уроках, потому что им страшно, потому что они чувствуют себя некомфортно. Они боятся, что они поднимут руку, ответят неправильно, и учитель будет о них плохого мнения, и все остальные о них тоже будут плохого мнения. Так вот, это надо разрушать. Нужно им показывать, что наоборот, некомфортно, когда ты сидишь и молчишь, потому что все остальные поднимают руку. Комфортно, это когда ты поднимаешь руку, и, соответственно, я тебя спрашиваю. И очень быстро они это усваивают и начинают очень активно работать. Связано с предыдущим. Никогда не издевайтесь над неправильными ответами ваших студентов. Не смейтесь над ними, какими бы они ни были, не казались вам неправильными, глупыми и так далее. Вот подумайте, человек, он сейчас старался, он думал, он дошел до этого ответа. И пусть он неправильный, но его можете сказать ему, что он неправильный, но не издевайтесь. Не нужно заставлять его чувствовать так, что он зря это все сделал. Нет, я стараюсь, если в этом ответе есть хоть что-то правильное, я стараюсь это подчеркнуть. Сказать, ну, думаешь, ну, да, это хорошее направление, вот давай туда дальше копни. Если ничего правильного нет, то хотя бы сказать, замечательно, теперь мы знаем, что это неправильный ответ. Хорошо, давай им дальше. И всегда будут студенты, которые, несмотря ни на что, как бы вы ни старались, они будут сидеть и молчать. Если я вижу, что у них просто нет особого интереса к лекции, то обычно я оставляю их в покое, потому что, ну, значит, у человека просто какие-то другие в жизни приоритеты. Пусть занимается тем, что ему важно. Но если я замечаю, что человек вроде работает, вроде ему интересно, вроде он что-то там читает, слушает меня, но при этом не поднимает руку, тогда я могу попытаться его вытащить. Каким образом? Это очень индивидуально. С разными людьми работают разные вещи, поэтому обычно я месяца три присматриваюсь, а потом уже пытаюсь сделать какие-то шаги со своей стороны, чтобы этого человека вот сковырнуть, заставить его тоже начать участвовать. Вообще, мне кажется, что активная лекция – это идеал, когда у вас студенты постоянно что-то тоже говорят, что-то тоже там обсуждают. Это значительно лучше, чем когда вы просто стоите и перед ними распинаетесь. Я любую свою лекцию пытаюсь такой сделать, о чем бы я ни говорила. Ну и давайте последнее на сегодня, не менее важное. Как завершать лекцию? Выбирая между закончить лекцию раньше и закончить лекцию позже, я всегда выбираю закончить раньше. Не намного раньше, но для меня идеал – это когда звонок звенит, а мы уже собираем вещи. Если звонок звенит, а я все еще что-то им там толдычу, то значит, я не уложилась в хронометраж. Со мной такое, кстати, происходит до сих пор, и я это очень-очень не люблю. Я стараюсь, чтобы так у меня не было. Почему так? Во-первых, студенты тоже люди, и время для них очень важно. Вот если у них есть перерыв между лекциями, они его на что-то используют. И пусть вам кажется, что они используют его на полную фигню, ну что они там будут делать, в туалете краситься, курить, в смартфонах сидеть. Поймите, им нужна эта фигня, им нужно это, чтобы отвлечься и подготовиться к следующей лекции. Так что, опаньки, нужно, нужно им это время, дайте им его. Это во-первых. Во-вторых, вот реально вы не знаете, что может произойти на лекции, никогда. Всякое может произойти, и поэтому я стараюсь строить свои лекции так, чтобы у меня в конце 10 минут оставались какие-то незанятые. И вот в эти 10 минут обычно уходит всякое такое, что вот никто не ожидал, оно так получилось. Что-то пришлось повторять. Какое-то упражнение или задание студенты выполнили позже, чем я рассчитывала. Не знаю, PowerPoint не пошёл, ещё что-то. Вот всё это записываем, возможно, эти 10 минут. И в результате у меня обычно 5 минут, кстати, из этих 10 минут оказываются заняты, потому что что-то непременно случится. Если я чувствую, что вот вроде ещё как время есть, то можно просто расслабиться, там, шутку рассказать или что-то такое. И в конце вот 5 минут у меня 100% отведены на обсуждение того, что мы выучили, очень быстро, тезисно, вот так вот, тен-тен-тен-тен. Объяснение того, что будет завтра, тоже очень быстро, потому что я обычно потом ещё сообщаю имейлом или чем-нибудь. И ещё самое банальное. Вопросы есть. Обычно их нет, но если они есть и если человек готов озвучить этот вопрос при всех, то это очень хорошо и замечательно. И если мы закончим на какие-нибудь 2 минуты раньше, то это будет замечательно, потому что, опять же, это даст возможность студентам после урока ко мне подойти и что-нибудь мне тоже сказать или спросить лично. Да, кстати, после урока очень неплохо, если вы посидите на месте хотя бы 10 минут и не будете сразу уходить, потому что тоже у студентов возникают вопросы, которые они не хотят при всех озвучивать и, возможно, они захотят вам это сказать после лекции, а потом они об этом уже забудут и имейлы они вам посылать уже не будут, даже если вы им реально сообщаете свой имейл. Ну вот, это рекомендации от меня. Я буду очень рада, если преподаватели, которые меня смотрят здесь вот в комментариях, мне тоже оставят какие-то свои лайфхаки, которые вы выучили. Ну и, конечно, комментируйте вообще по любому поводу, задавайте вопросы, если эта лекция кажется познавательной, если кому-то понравится, то я могу рассказать еще что-нибудь из своего опыта преподавательского. Ну что ж, спасибо, спасибо, пока-пока.